Обвиняемая в трех убийствах пожилая жительница поселка Березовка созналась в своих преступлениях. При этом останки одной из жертв так и не были найдены. Об этом и других резонансных преступлениях, которые произошли за эти полгода, рассказали в Краевом следственном комитете во время итоговой пресс-конференции. Репортаж Данила Маевского. Останки местного дворника в поселке Березовка находили в буквальном смысле по частям в январе этого года. Тогда и была задержана подозреваемая 80-летняя пенсионерка. Приезжий с Украины мужчина снимал у пожилой женщины комнату. Следователям удалось найти следы смытой крови в квартире. Бабушку поместили в СИЗО. Вначале она вину свою не признавала, но благодаря работе правоохранителей удалось установить ее причастность и к другим преступлениям. Когда уже детально стали разбираться с совершенным влиянием, в том числе была установлена следственным путем и оперативными мероприятиями причастность данной женщины к убийству и 8-летней девочке. Помимо этого, в 2013 году также у Березовка пропала женщина 73-х лет. 80-летняя пенсионерка оказалась серийной убийцей. Свои преступления она совершала в 2005, 2013 и в нынешнем году. Под натиском неопровержимых доказательств отпираться не стала и во время следственного эксперимента показала, как расправлялась со своими жертвами. Поиски останков одной из них до сих пор ведутся. Обвиняемая была признана вменяемой. Ее дело в ближайшее время будет передано в суд. Сегодня руководитель краевого следкома собрал пресс-конференцию, во время которой сотрудники ведомства рассказали о расследовании резонансных преступлений, в том числе о нашумевшем деле о коррупции в Горводоканале. По факту хищения в Горводоканале, направлено оно в суд. Да, но долго очень расследовалось, но тем не менее поставили точку. Там колоссальная сумма ущерба наложен был арест на имущество, сопоставим даже больше. Следователям удалось установить, что во время строительства Тунгусского водозабора было похищено более 197 миллионов бюджетных рублей. В числе обвиняемых бывший руководитель Водоканала и три предпринимателя, которые занимались поставкой спецоборудования. Правоохранителям удалось наложить арест на имущество фигурантов дела, стоимость которого превысила 200 миллионов рублей.